Приветствую и добро пожаловать в God of War. Заруба тут случилась между Кратосом и каким-то незнакомцем. Пока что мы не знаем кто он такой, но точно не человек. Я думаю он выжил и мы с ним еще встретимся. Будь всегда рядом сынок, с папкой богом всегда безопаснее. Капец тут все поразрушено. Да, вот это был махач. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем что нужно чтобы выжить. Я понимаю звери, они пища. Граугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяния. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. Хорошо. И это было тут всегда? Я не знаю. Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Сейчас подожди. Давайте-ка вот это подберем. Что это такое? Это рубленое серебро. На него мы сможем покупать товары у торговца. Стало быть этот мост надо как-то опустить. Так, вот тут еще серебро. Давайте осмотримся. Может быть найдем способ опустить мост. Сможешь его опустить? Вперед. Есть. Сын. Да. Сбрось-ка мне вон ту цепь. А вот теперь и батя сможет туда залезть. Стоп. А как же ты переберешься? Да не переживай. Сейчас разберемся. Что у нас тут? Какой-то сундук. Снова монеты. Их никогда много не бывает. Да. Мост вернулся в обратное положение. Надо как-то его зафиксировать. Есть у меня идея как это сделать. Так. Снова крутим колесо. Опускаем его. А вот теперь метаем туда наш топор. Блестящее. Мне за это Нобелевскую премию дать должны. И в том числе тебе? Ты же бог. Бог войны. В этом ведерке люди оставили подношение. А мы его вот так вот взяли и забрали. Некрасиво получилось. Но что поделать? Нужны деньги. Так проделываем эту процедуру по новой. Потому что мне надо туда. Такс. Ну-ка. Че там? Ага. Вот здесь мы сможем забраться. Отец. По пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. Так куда тут дальше? Понял. Ну вот эту цепь мы уже сами можем сдернуть. Только зачем? Возвращаться сюда нам незачем. Смотри. Раньше. Весь наш лес защищала полоса деревьев. Но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Только вперед. Без оглядки. Нам предстоит долгий путь. Так, сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Не задавай тупых вопросов, пацан. Они нас не видят. Стрелять? Жди команды. Давай, вперед. Эх ты. Ладно, сынок. Смотри, как это делается. Может быть, чему научишься. Вот так. Получайте, твари уродистые. Это как вообще? Сын, соберись! Пусть стреляет. А мы щитом от его огня прикроемся. Подсказки я буду читать и вылезать, чтобы... не затягивать прохождение. В последней, кстати, нас предупредили о том, как распознавать опасность. Если желтым враги светятся, то они готовятся нас атаковать. Если красным, то уже атакуют. В принципе, это всё понятно, конечно. Непонятно только, почему нас решили обучить этому, когда мы уже через пять боёв прошли. Почему не в самом первом бою? Непонятно. Вижу. Этого стреляющего у тырка надо убивать в первую очередь. А то он и попасть может. Ладно, сначала с ними разделаюсь. Спасибо за предупреждение, сын. Наконец-то я до тебя доберусь, ублюдок. Точнее, мой топор до тебя доберётся. Я на тебя рассчитываю. Кстати, как раз вот здесь мне и пригодится твоя помощь. Ну-ка, переведи. Чё это значит? Поселение Йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не всё. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны. Поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. О-о-о. Молодец, сына. Давайте-ка вон там хилку подберём. А то у нас с хпшкой всё не очень. Так, отлично. Мы полностью восстановили здоровье. Пошли дальше. Этот чёртов смурфик застал меня врасплох. Не ожидал, что он из-под камня выпрыгнет. Ещё один ценный урок от Кратоса. Что это за существо? Оно похоже на разбойника. Но говорит таким странным голосом. Таких не знает даже папа. Заморозив папу, эти враги приходят в ярость. И становятся намного злее. От их ледяных взрывов надо уклоняться любыми способами. Ну да, просто уклонение использовать. Ну давай глянем, что в нём. Надеюсь, что-то ценное. Касание Хель. Слабая руническая атака. Невероятно быстрый выброс энергии, отбрасывающий всех соседних врагов и прерывающих действия. Угу. Так, ну вот эти руны у нас вставляются в оружие. И каждый из них добавляет уникальную атаку. Так, давайте вставим тот, что мы нашли. Касание Хель. И вот у нас есть ещё одна свободная ячейка. Но больше рун нет, к сожалению. Так, чтобы провести слабую руническую атаку, удерживайте ЛБ. А затем нажмите РБ. Это сейчас нам надо провести, чтобы вот этот камень пробить? Или это только во время боя? А, да нет, он должен просто его приподнять. Иди. Вон гора! Идём! Погоди. Крепкий! Видишь? А-а-а! Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! А-а-а! Все обошлось! Хватит бегать! Спешка дорого стоит! Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые! Живые! Помни, меткость важнее скорости. От этого отпрыска одни неприятности. Лети за ними! Да, и всё-таки, наверное, зря я так начал топором размахивать. Если бы оживших врагов убивал аккуратненько, то остальных бы не потревожил бы. Но тут, кстати, не все живые. Некоторые тут окончательно в камни превратились. Поэтому, когда мы их касаемся, они не оживают. А просто рассыпаются. Удавая, как Sol. Вдавая, как вырашиваем. Удавая,юджитная. Удавая, и все! Звучite силу! Чёрт, придётся применить ярость. Что-то враги начали брать верх. Один — это ерунда. Правильно. Ну-ка. Ой-ой. Что-то ломает стену. Да нет, пока только один. Но сволочь большой. А вот и его дружок. Ладно, в принципе, они не так опасны. Главное, под их удар не попадать. Что-то их тут много набежало. А я-то наивно и надеялся, что на двух и остановимся. Уже можно идти. Да, сануля, отвлеки на себя одного. А я пока с другим разделаюсь. А ну-ка убрал от него свои лапы. Тяжёлый драугр. Эти драугры крупнее тех, что мы встречали раньше. Они носят более тяжёлое и опасное оружие. Его вес ограничивает их подвижность. Но зато силы их ударов намного больше, чем у простых драугров. Драугров или драугров? Как правильно, подскажите. Не знаю, что именно. Но думаю, что ничего хорошего. Придётся идти туда. Другого пути нет. Вёльва? Это что-то типа ведьмы? Мы подобрали к ней тактику. Парнишка стреляет в неё из лука. А я добиваю топором. Убивай, убивай. Мы к такому результату и стремимся. Этот варюк обрежит ядом. Это была настоящая вёльва. Никогда не думал, что увижу. Красавец. Сам убил. Ну что, мы подкопили экспы. И можем немножко прокачать наших героев. Давайте, я думаю, прокачаем топор вначале. Так, ближний бой. Удар палача. Удерживайте РТ, чтобы провести сокрушительную атаку топором. Наносящий огромный урон. Давайте купим. Что там в кодексе новенького? Вёльва. Отвратительница. Мама рассказывала, что некоторые ведьмы обретают силу, обменивая частички своей души на магию Сёйдр. Постепенно они теряют всё человеческое. И превращаются в вёльв. Все они могут мгновенно исчезать. А эти вёльвы ещё и умеют отравлять прикосновением и дыханием. Да уж, непростой противник. И исчезать умеет. И ядом брызжет. Но, в принципе, тактику их убийства освоил. Я тут приметил ещё одно висящее дерево. Как мы с вами помним, в нём оставляют подношение богам. Так вот, как сюда спускаться. Ну да, ничего сложного. Опачки. Это Драгур какой-то особенный. У него в фиолетовом здоровье помечено. Это, похоже, противник более высокого уровня. Но мы всё-таки попробуем его одолеть. Очень уж мне хочется в тот сундук залезть. Чёрт. Давай, помогай, Атсу. Тут места так мало. Не развернёшься особо. Но мы почти его добили. Есть. Забираем заслуженную награду. Что? Он не может это использовать. Мы можем. Что-то булькающее. Под нами что, вулкан, что ли? Стой. А не могут они передвигаться стаями? Они не ждут нас там целой толпой. Злые, как змеи. Хватит. Прости. Подумалась. Подумалась ему. Не, ну вы слышали, а? Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Берегись, отец! Снова драугры. Так. А надо, чтобы был готов. Я могу на тебя положиться или нет, в конце концов? Добивания, конечно, эффектные, хотя побольше анимаций завести не помешало бы, а то он их всегда разрывает одинаково. Надо и дает смотреть. Че это? Сварт-Альфхейм закрыт. Мир гномов безопасности. Ради защиты от бродяг Хель, его жители пустили стражи Асгарда на свои границы. Теперь хвала прозорливой мудрости Одина. Ваны могут не рассчитывать на помощь Сварт-Альфхейма. У эльфов по-прежнему хватает проблем. Все идет по плану. Хранитель ворона. Хм. Но я, честно говоря, не знаток всей этой скандинавской мифологии. Поэтому для меня вот эти все свитки не очень понятны. Да я думаю, что и большинству людей тоже. Так, что у нас тут? Много полезного добра. Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону. Понял? Ну, я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Запечатана магия рун. Чтобы открыть его, найдите, разгадайте три печати. Я так понимаю, что вот эти. Да, но только одну. Где искать еще две? Но они точно должны быть где-то неподалеку. Вот еще одну увидел. Топор, к сожалению, не долетел. Надо чуть ближе подойти. Целиться с геймпада, это, конечно, садомазохизм. Где еще один? Ну, внизу нигде не вижу. Может быть, там? А, ну да, да, точно. Ну, тогда выкинем его нахер. Давай сразимся на голых кулаках. Правда, это не совсем честно. У него, вообще-то, меч. Так, я, кажется, увидел третью печать. Она за теми воротами. Ну, как туда попасть? Пока что неизвестно. Ну, все, началось. Стреляй из лука! Ну, все, сволочи. Вы меня довели. Сейчас я вам покажу, Кузькину мать. Ярости не хватило, чтобы хотя бы одного врага убить. Но зато мы их немножко измотали. Ну, все, сволочи. Да вообще капец. Хрен за ней угонишься. Хрен за ней! Хрен за ней! Для тебя есть приказ. Стреляй в эту стерву. Всегда должны глядеть в оба. Если эти твари нас заморозят, надо занять оборону, пока мы снова не сможем двигаться нормально. Мы, кстати, с вами даже не знаем, как они зовутся. Эти смурфики. Но, скорее всего, так они и зовутся. Уж больно подходит им это название. Чтобы собраться силами после замаха, ему нужна передышка. Если мы сумеем уклониться, он будет открыт для контратаки. Своевременные советы, как всегда. Это мы и так знаем. Лучше подскажите, как добраться до вон той печати. Там еще и сундук какой-то. Дьявольский. Вон оттуда можно как-то спуститься по цепи. А как же вон туда на вершину забраться? Что-то я не понимаю. А, погодите. Вот оно как. Все, сундук открыт. Надеюсь, это стоило того. Мы нашли какое-то волшебное яблоко. Если собрать три таких, мы сможем увеличить полоску хп. Желательно, конечно, не пропускать такие сундучки. Так, двигаемся дальше. Что-то возвращает мост. А как тут? А, погодите, погодите. Да что у меня с точностью сегодня? Нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Фу, что за вонь? Давай! Это скитальцы? Не тронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи. Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинутся? Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. О, магия! Сына моего не трогать. Он же один. Надо следить за уши. Вы даже не представляете, с кем связались, сволочи. И вы сейчас к нему отправитесь, не переживайте. Что он сказал? Он меня пидорасом назвал? Ах ты сучара такая. Ну и че ты там спрятался? Только высуни свою башку. И я ее тут же снесу. О, отец! Помоги! Альтрей! Мальчик! 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 Закрой своё сердце. Идём. Нам предстоит долгий путь. Они воскресли? Так вот, как появляются эти монстры. Ясно. 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 Тогда соберись. Надо искать выход. Давай, малыш. Раскисать некогда. Мы должны идти. Вот. Найди, за что мне зацепиться. Ладно. Ну же. Давай. Атрей. Цепь. Да. Цепь. Ты ушёл в свои мысли. Не думай. Он бы тебя убил. Я знаю. Так было нужно. Я знаю. Просто... Он ещё ребёнок. Тогда идём домой. Что? Так быстро сдаться. Едва начав путь. Стой. Нет. Я не сдался. Я справлюсь. Я просто... Мне надо... Ну... Отдышаться. Поднимайся. Я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нём нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Вставай и двигай тушей. Отминаю с кривой помчуся. Давай. Что там происходит? Кто это? Чего разлеглась? Вставай уже. Ну, пошла. Лики магии. Мы нашли эту зловещую маску в опасном месте на переправе. Вдруг кому-то захочется их купить за рубленное серебро. Да ещё и 350 экспы дадут в награду. Но это надо искать. А вы знаете, я это терпеть не могу. Так что вряд ли. Что застряло-то? Завелись! Пошла! Настя. О… О-о… ленивая тварь никак не хочет идти через мост и и напугало что-то там за деревьями и что там отец брось топор вон в те деревья за мостом с белыми стволами ты думаешь там что то есть ты был прав а пацан ты глазастый я смотрю ты ж пацан да да не знаю мою имя это скотина не спрашивал а ты ее не спросил а твое брак слушай ты мне конечно не поверишь но это твой топор его я лично сделал вместе с братом это один из лучших смотри никому не давай его чинить кроме нас двоих с ним надо умеючи а то ведь так напортить можно слышь мужик а хочешь его тебе прям щас подточу а ну что скажешь ты прав я тебе не верю идем сын внизу рукояти есть руна по форме как виллы дикор пикет тумбор бакру это было наше клеймо пока мы с братом не разбежались вот у меня его половина видишь ну чё мне с ним поработать или как хорошо но смотри чтоб улучшил а где вторая половина клейма у моего тупорылого брата зато весь талант у меня гляньте давайте к делу хочешь его улучшить да хорошо давай улучши тем более у нас для этого есть все необходимые ресурсы у брока еще можно купить кстати всякое снаряжение разбойнича туника повышает защиту 5000 серебра стоит в точку броню для отрея мы тоже можем купить а нет не можем не хватает денег я в первой серии говорил что вообще ничего не буду собирать но как сейчас выяснилось без этого будет туго потому что броню не купишь снарягу никак не улучшишь без этого проходить игру тяжко так для отрея мы точно ничего не можем купить жаль сядьте поудобнее и наслаждайтесь шоу и 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 Не дерзи мне, иначе ты следующий. А что, у тебя что-то новенькое появилось? Сейчас гляну. Брок. Мы встретили этого гнома по пути к горе. Он оказался кузнецом. И не простым, а знаменитым. Он сделал топор Левиафан. И даже улучшил его для моего папы. Он был довольно грубым и ворчливым. Но мне все равно понравился. Надеюсь, мы еще встретимся. Скорее всего, на постоянке мы будем закупаться у него. Этот раз ломали. Ну и что там у тебя? Ничего нового у него нет. Ну и ладно. Ну что, удачной тебе резни. Спасибо. Еще встретимся. О, мы нашли вторую маску. Ну еще семь где-то искать. Не. Это нужно прям каждый уголок исследовать. Не хочу. Тейк. О, кстати, я понял, где мы оказались. Да, как ты можешь бросить меня в бою? Своего батю. Ну ты даешь. Стой. Мы снова здесь. Да, я же говорю, знакомые места. Мы тут с вами проходили. Но, кстати говоря, не все собрали. Так что имеет смысл пробежаться здесь еще раз. Угу. 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 Может, уйдем отсюда? Тебе тут тоже не по себе. Значит, я не одинок. Продолжение следует... Забавно, конечно, но как-то жестковато. Не переживай за нас, мы справимся. Так, а вот это чё? А, это мы отсюда можем ворота открыть. Но нам пока не надо. Ну, кажется, да. Эй, а как достать топор? Чё-то я забыл. А, вот. Приоткрылась, но не до конца. Ещё разок надо по ней долбануть. Так, ну тут, в принципе, механизмы я тоже понимаю. Так, это мы приподняли. Вот тут мы её заморозим и остановим. Шипы не будут опускаться. Блин, топор мы взять не можем. Придётся разбираться с врагами голыми руками. Почему не сделали так, чтобы можно было насаживать врагов на эти шипы? И это было бы эффективно и зрелищно. Да. ПОДПИСМЕНСКИ Играет музыка. А больших драугров он не разрывает на куски. Просто, блин, хватает и бросает. Нафиг это надо. Ко мне, малыш. Его атаки настолько сильны, что их сложно заблокировать. Лучше от них просто уклоняться. Рубрика своевременных и актуальных советов продолжается. Сейчас, ну тут я понял прикол. Надо вот эту фигню открыть. И не дать при этом шипам пригвозить нас к полу. Сейчас, сейчас. Не тормози, родной. О, третья маска. Здорово. Ух ты. Никогда не был так близко к горе. Огромное. Жаль, мама не увидит. Идем, сын. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok